друзья всех приветствую сегодня у нас пятница мы с романом после небольшой повозки снова возвращаемся к анализу рыночной ситуации как и всегда с позиции техники фундамент оценку рыночной ситуации от вас уже зависит какого вида анализа больше прислушиваться на какой делать больше акценты и собственно какие сделки роман рад тебя приветствовать сегодня приветствую артем судили что пятница располагать тому чтобы мы сегодня трейдеры с очень хорошим настроением но еще день впереди поэтому рано расслабляться тем более что на повестке сегодня экономического календаря два отчета которые точно могут стать причиной просто волатильность тем более что эта статистика касается доллара доллар у нас в последнее время действительно мощный локомотив всего что на рынках сегодня 1530 по московскому времени если на него ориентироваться выйдут данные по рыночной продажи мы еще в 17 но через фактически полтора часа после этого мичиганский индекс напомню что последний раз когда опубликовался отчет по мичиганскому индексу были очень плохие настроения минимальные значения за 10 лет в штатах и тогда это подпортило опять же настроение покупателям бакса став причиной его снижения сейчас в принципе доллар и без мичиганского индекса снижается и частности к причинам развития этой нисходящей динамики я думаю что будет уместнее все-таки вернуться ближе непосредственно к ноябрьскому заседанию в начале ноября состоится селями фрс а сейчас мы только лишь пытаемся понять какой позиции будет придерживаться фрс относительно экономических стимулов давай демонстрации экрана перейдем на что я хотел бы обратить внимание сегодня он пару слов буквально скажу про доллар который все ниже девяносто три восемьдесят девять очень рассчитываю будучи продавцом доллара что нисходящий динамика продолжится но не хочу на карк конечно же потому что доллар уже было на гораздо более низких значениях потом его активно выкупали но мне хочется верить и я надеюсь то что фрс который в ноябре снова вернется к вопросу того уместно ли сократить программу количественного смягчения сделать больше ответ на слабый рынок труда и по этой причине отложит решение по сокращению стимулов на 1 квартал 22 года но это мое субъективное мнение предположение сейчас есть то что есть снижение долларов также можно связать из простой коррекции которую многие ждали особенно после такого интенсивного роста но все-таки хочется верить что к этому причастен и фундаментальный афон по поводу рекомендаций того на что хотелось бы обратить внимание сейчас рынок нефти растет мощная бычая ралли на своих ежедневных аналитических брифингах в опять же ролик совместных с нашими партнерами я не раз говорил что основная причина это топливный глобальный топливный энергетический кризис и по мере того что все больше фактов дефицита газа дефицита угля бешеного спроса на эти виды сырьевых активов роста на нефть который в частности на углеводородии точнее был спровоцирован этим повышенным спросом и дефицитом на предложение все это конечно же провоцирует и способствует переход промышленных предприятий электростанций на альтернативные источники генерации электроэнергии это прежде всего нефти и вот последний отчет который принципе о цифрах позволяет нам сейчас сказать это прогноз опирающийся на факты от компании сауди аранко что благодаря вот этому скачку цен на газ и тому что мало кто может себе позволить покупать таким высоким ценам спрос на нефть ближайший квартал 2 может дополнительно повыситься больше чем на 1 миллион баррелей в сутки также вчера среди факторов роста бренда это прогноз международного энергетического агентства то что спрос на нефть до конца этого года и в следующем вырастет опять же аргументы то что происходит сейчас в плане глобального энергетического кризиса я рекомендую действовать также как и раньше покупая этот актив но сейчас может быть опрометчиво брать его там почти на восьмидесяти пяти долларов за баррель если рубль там совсем херст друзья лучше наверное дождаться коррекции в район восьмидесяти трех хотя бы и оттуда уже подействовать через отложку поскольку смотрю вверх по рынку нефти рекомендую утопить за снижение доллара канадца который прям идет к рубль поддержки 1 22 55 я думаю что скоро там окажется бакс снижается нефть растет ну что еще нужно прям супер коктейль для факторов и виде аргументов причин почему пара будет оставаться на нисходящем тренде также хотелось бы обратить внимание на фунт я вот не решаюсь как его купить но понимаю что каждый день мы его промедлили нет ошибок потому что сейчас доллар безоговорочно находится в кокосочном нисходящем тренде и риска этим пользуется вообще весь перечень рисковых активов чего стоит только один американский фондовый рынок который еще одна такая восходящая динамика как мы видели вчера и хиндекс уже будет на новых исторических максимумах кстати говоря по американскому фондового рынка я смотрю вверх рекомендуют даже с текущих уровнях его братья несмотря ни на что еще одна возможность заработать но если вернуться к британской валюте дети тоже мне кажется что после такого роста вполне возможно что мы увидим коррекционный откат но только лишь коррекционный потому что сейчас если вот смотреть евро там ничего интересного нет в плане национального фундамента в отношении британца всю неделю мы получаем хорошие данные промышленное производство на ввп кстати начали мы эту неделю с резонанса от интервью на прошедших выходных от главы банка англии эндрю бейли и главного экономиста майкла сонберса что они за повышение процентной ставки следом за банком южных корей норвегии и резервный банк новой зеландии кто знает может быть на заседании которые фактически меньше чем через две недели банк англии преподнесет сюрприз и если не примет какое-то решение то анонсирует ужесточение монетарной политики поэтому я предлагаю все-таки дождаться отскока в район где-то 136 50 136 60 и через отлодку выкупать с целями на отметке внимание 140 то есть серьезная цель 350 пунктов но почему бы нет у нас с тобой еще так уж случилось что как бы график эфиров раз в две недели следующая встреча возможно также пойдет через две недели и фактически уже прямо перед самым заседанием американского регулятора я думаю что тогда будет возможность поговорить уже о более высоких основных значениях по всем риск массива роман слова тебе да значит очень интересно слушаю да значит и хотел бы добавить что по евро я тогда сразу переключусь на демонстрацию сейчас давай поделиться так есть да есть что по евро есть у меня сигнальчик вот сейчас евро подрастает до в связи с том числе с падением с коррекцией доллара а вот и в ближайшее время если мы дойдем до уровня сейчас посмотрим она ориентировочно 1 1694 вот то здесь нас ждет прекрасный зеркальный уровень сопротивления от которого мы можем продавать ну если кто-то купил то там лучше закрыть свою позицию временно зафиксировать вот по евро у меня вот такой прогноз но не забываем что у меня все-таки прогнозы краткосрочные да и любитель скальпинга вот поэтому здесь можно входить по моим сигналам с короткими стопами а можно просто делать короткие сделки но хорошим большим объемом чтобы хорошо заработать вот ну давай пробежимся тогда по тем инструментом который ты посмотрел индекс доллара да действительно сейчас находится снижение вот но он сформировал вот этой вот коррекции сейчас восходящий сформировал в линию поддержки хорошую принципе возможно краткосрочная сделка от этой поддержки в районе 93.777 вот значит что касается нефти действительно она находится в очень феерическом росте вот и несмотря на то что и хочется купить я бы попридержал все-таки такие 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 желания потому что мы приближаемся к уровню сопротивления здесь хотя он ну не самый сильный который бывает по моим стратегиям вот но тем не менее максимум есть у нас предыдущие это вот там еще за октябрь 18 года то есть тех пор вот мы к нему приближаемся вот и тот рост который ты показывал действительно нефть растет но мы приближаемся к этому сопротивлению соответственно либо от него я рекомендую делать продажи краткосрочные либо все таки если сейчас покупать нефть то около этого уровня этот уровень нас восемь шесть семьдесят три около него фиксировать свои покупки вот фиксировать свою прибыль хотя бы временно потому что наверняка будет откат хороший вот и тем более тут вот намечается внизу у нас по индикатору стахастик осциллятор до пересечения линий вот и вполне возможно там будет действительно разворот вот но нужно учитывать конечно непростое пересечения все сигналы об этом не рассказываю на своем канале о как работать с тахастиком там два вида сигналов мне вот поэтому тут нужно будет повнимательнее что касается золото предыдущих сигналов кстати у меня остался до сих пор отлично отработал вот у нас прямо от уровня сопротивления идеально прямо отбилась цена да то есть у нас немножко сместился по времени естественно неопределенность была но вот как только мы дошли до этого сигнала хорошо очень отошли и цена золота прошла 700 пунктов практически поэтому те кто входил по моему сигналу хорошо заработать сейчас вполне возможно что цена пойдет вниз прямо треугольник такой у нас формировался после предыдущего падения может помните да вот такое резкое падение было вниз золото и этого вот такого треугольник формируется долго 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 вот поэтому можем заранее спрогнозировать покупки от уровня 1738 приблизительно да это вот в этой зоне если пойдет теперь цена вниз вот ну либо уже если пробьем и пойдем дальше вверх там уже пока что сигналов нет а вот вот хотя есть да я забыл на уровне 1832 вот у нас есть такая платформа у нас три раза цена от нее отбивалась и здесь нарисую вот 1832 тоже сигнальчик на продажу тоже сопротивление вот если пойдем дальше вот такие сигнал у нас по золоту что касается smp 500 она опять пошло в рост вот эта коррекция была недавно такая достаточно сильная мы пробили вот эти вот уровни все которые да вот были там до этого у нас восходящего тренда вот и все были в ожидании что же произойдет дальше да будет ли это тот то падение которое все ждут ждут когда же она будет все зашли в короткие позиции вот либо опять пойдем в походу опять пойдем вверх это была маленькая передышка вышли из треугольника а вот если значит что здесь могу порекомендовать если мы вернемся все-таки к этой линии который мы пробили вот то вот здесь у нас хороший сигналчик зеркальная линия поддержки будет то есть отсюда можно будет покупать это уровень ориентировочно так сейчас смотрю 4380 вот отсюда можем покупать если все таки он не вернется пойдет дальше то у нас впереди только сопротивление на уровне 4548 на это предыдущий максимум конечно же snp 500 скорее всего пробьет тут уже будет сложными пробоями осторожнее вот но тем не менее после каждого пробоя вот можно посмотреть до предыдущих пробоев всегда цена возвращалась то есть она пробивает обратно но и неминуемый идет вверх но всегда с откатиками вот поэтому на этих откатах можно тоже краткосрочно скальпинговые сделочки делать вот ну и хотел бы еще добавить пару слов про доллар иену сейчас есть кто действительно следует скальпинговым стратегиям до краткосрочным надо обратить внимание на то что иена растет точнее доллар иена растет как ни на хотя доллар немножко слаб но это наверняка сдерживает пару доллар иена вот но иена растет сейчас по всем фронтам поэтому все те пары валютные кроссовый которые значит связаны с иеной надо быть осторожнее они вошли в такой нескончаемый рост вот и там либо рост либо падение неважно там где есть иена видно что идет тренд любители тренда могут переместиться в эти пары любители скальпинга я рекомендовал бы воздержаться потому что скальпинг он предполагает хорошую эффективность именно во флетах когда много раз откатывается цена вверх вниз вниз когда идет тренд там со скальпингом нужно быть очень осторожным поэтому лучше воздержаться от торговли этими валютами вот такой мне обзор желаю всем успешной торговой недели этого дня и следующей неделе вот вот такие мои рекомендации спасибо роман за такой детальный технический анализ по многим сделкам если даже не по всем поддерживают солидание с тобой что сейчас тренды действительно настолько очевидны что лучше по ним работать по золоту вот я тоже пожалуй присоединюсь к именно прогнозы еще бонусом тоже ожидаю что сейчас может быть вся локальная коррекция примерно в район вот и смотришь пониже я все-таки думаю что можно рискнуть и это не пожарничать а рискнуть если вот коррекция будет в районе 1780 уже оттуда купить в расчете на очередной переход это до тех пор пока доллар позволяет работать по рынку то есть слабость доллара снижение доходности американских облигаций не всегда такой интересный набор факторов который позволяет доллар так активно расти то есть пока есть возможность нужно ее использовать роман спасибо тебе еще раз а тогда тебе хорошего закрытия недели отличных выходных и взаимных встреч соберемся снова как-нибудь и обсудим актуальной рыночной ситуации пока счастлива